Славянские гуляния Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Народный мастер Российской Федерации Евгения Коноплева представила персональную выставку «Хлудневской лепки» в Калужском доме мастеров. Автор – дочь и ученица народного мастера России Александра Заборских. С ранних лет она находилась в творческой атмосфере, приобщаясь к промыслу и народным традициям. Окончив Калужский педагогический институт, она несколько лет обучала лепки детей в поселке Думиничи. Художница творчески воспроизводит тысячелетние образы и мотивы. Уже не одно десятилетие рукодельница является участником, лауреатом и дипломантом международных всероссийских межрегиональных областных фестивалей, выставок и конкурсов. В 2017 году Евгения Александровна получила звание «Народного мастера России». По всей России нет такой интересной и богатой, и многообразной по рисунку игрушки, как «Хлудневская», «Гремящая» и «Свистящая». В глубокой древности славяне свистом призывали весну и солнышко или прогоняли нечистую силу. Основные сюжеты глиняной «Хлудневской» игрушки – это бабы-куклы с близнецами и сосудами, громотухи, иногда со свистком, всадники на двух-трехголовых лошадях, древо жизни, коровы, лиса, волк, медведь, олень, павы и петухи. Древо жизни – символ творческих сил природы. На его ветвях свили свои гнезда диковинные птицы. С ними связывалось представление о способности преодолеть тяжесть земного бытия, перелететь в иной счастливый мир. Дерево – это и дом, и храм, и тепло, и последнее пристанище человека. По верованиям наших предков оно могло послать дождь, вызвать солнце, способствовать размножению стада, хорошему урожаю. Корни – знак подземного мира, стволу соответствует земной мир, а кроне – небо. Сюжет дерева несет знак тотема, то есть мифического предка и покровителя рода. Корни – предок, ствол – сам род, листья – дети. Двойные птицы часто украшали женский головной убор – кокошник. Птица-свистулька олицетворяла весну, тепло и солнце. Птица – знак памяти об усопшем, знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета. Птица – знак хорошего урожая, где утка шла, там рожь густа. Она же – знак счастливой семьи, жениха и невесту величали лебедям да лебедушкой. По славянским сказаниям утка достала клювом со дна мирового океана первую крупинку земли и спасла мир от первоначального потопа. Народное искусство – бездонный колодец смысла, учитель обычаев, охранявших само существование рода. И на вершине древней культуры стоит женщина-мать, населившая мир. Выставка в детской библиотеке города Выборга. Что ты умеешь делать сам, своими руками? А твои родители? А знаешь ли ты, откуда берутся вещи, которые мы используем в повседневной жизни? Посуда, одежда, украшения дома. Раньше люди умели многое создавать сами. Кто-то складывал печки, кто-то строил дома, кто-то плел кружева. Много золотых рук мастеров было на Руси. Русская земля издавна славилась кузнецами и гончарами, зодчими и оружейниками, кружевницами, вышивальщицами и другими умельцами. Выставка «Русский дом» и все, что в нем, знакомит юных читателей с историей зарождения нашей страны, ее бытом и культурой. Также можно узнать о народах, населявших Древнюю Русь, старинных семейных обычаях, ремеслах, об устном народном творчестве и о многом другом. Вот некоторые книги, представленные на выставке. Александрова Л.А. «Деревянное зодчество Руси». Издавна славилась Русь лесами и мастерами по дереву. С нехитрым инструментом ходили по русской земле и вставали в городах и селах крепкие дома, дивные храмы и сказочно красивые терема. Колпакова О.В. «Древняя Русь». Народные сказки, загадки, песни, с которыми ребенок знакомится в начале своей жизни, многое расскажут о глубоком прошлом русского народа. Главное правильно их расшифровать, точно прочесть слова, которые, как волшебный клубок, покажут дорогу к истоку. Волшебный клубочек поведет от главы к главе, и маленький читатель узнает, почему славян называют славянами, какие игрушки и игры волшебные, зачем и когда нужно загадывать загадки. Знания о давних временах помогут детям лучше понять мир сегодняшний. Издание предназначено для дошкольников от пяти лет и младших школьников, но может быть интересно и для более взрослой категории читателей, интересующихся историей. Е. Ожич. Ремесла русского народа. Книга «Ремесла русского народа» продолжает серию «100 тысяч почему», в которую входят научно-популярные издания для дошкольников и младших школьников, рассказывающие о том или ином событии, явлении, интересном факте. Большое количество иллюстраций позволит своими глазами увидеть все то, о чем поведал писатель. Семенова М. «Мы славяне». Эта писательница известна своими произведениями в жанре славянского фэнтези. Свою любовь к славянской культуре она еще больше выразила в этой книге, которую можно назвать своеобразной энциклопедией. Она сама говорит о том, что хотела бы, чтобы эта книга вызвала в людях интерес еще глубже изучить особенности быта и культуры славян. Автор книги с помощью коротких эпизодов рассказывает о жизни славян дохристианскую эпоху. Продолжим артефактами земель славянских. В Оренбургской области нашли древний шлем грозного воина Золотой Орды. В период размыва реки Каргалки в Оренбургской области удалось найти древний шлем, который мог принадлежать одному из воинов во времена Золотой Орды. Находка хранится в Музее археологии при ОГПУ. Открытие было сделано обычными людьми, которые отнесли его в Музей археологии, работающей при Оренбургском государственном педагогическом университете. Старинный элемент воинской одежды лежал у берега реки Каргалки. Изучив боевой шлем, специалисты пришли к выводу, что в древности его носил воин Золотой Орды, сообщает российский диалог. Ученые пока не могут определить дату изготовления шлема. Пока они выделяют большой временной промежуток, охватывающий период IX-XIV веков. Находка побудила археологов провести в этом месте раскопки. Попытка увенчалась успехом, и кроме шлема, также были найдены останки лошади. На данный момент исследователи выяснили, что шлем был изготовлен с помощью метода сферической ковки. Могилу половецкого воина обнаружили на месте будущей федеральной трассы Таврида в Крыму. Половец был найден в Кургане, в котором хоронили людей на протяжении трех тысячелетий, сообщил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Петр Шульга. Необычное погребение средневекового половецкого воина с огромной саблей обнаружили сибирские археологи, проводя раскопки на месте будущей федеральной трассы Таврида в Крыму. В одном Кургане хоронили людей на протяжении трех тысячелетий, сообщил ТАСС, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Петр Шульга. Очень интересным для нас, сибиряков, было то, что, как правило, в каждом Кургане совмещались погребения нескольких эпох. Если у нас каждая эпоха создавала свой Курган, то у них особенность. На протяжении трех тысяч лет все последующие погребения не разрушали предыдущие. В одном и том же Кургане эпоха Бронзы, потом Скифское время, а потом средневековые захоронения с конем, в том числе одно захоронение половца с крупной саблей, сказал он. Ученый пояснил, что способы захоронения во всей эпохе отличались. Жителей Бронзового века археологи условно называют ямниками, так как их хоронили в небольших ямах. Тысячелетием позже скифы стали сооружать подземные катакомбы с ходами и погребальными камерами. Средневековых воинов хоронили с оружием и конем. Петр Шульга рассказал, что в одном из курганов животное было расположено выше своего прижизненного владельца специально, чтобы не потревожить более ранние скифские захоронения. Обнаруженный в Крыму половецкий воин, половцы – кочевой народ тюркского происхождения. По словам ученого, при жизни был коренаст, но не высокого роста. При этом рукоять сабли длиной 111 см лежала у него на груди, а острие касалось пятки левой ноги. Оружие плохо сохранилось, поэтому, чтобы довести его до реставраторов в Новосибирский музей, археологам пришлось вырезать пласт глины и обить его досками по специальной технологии. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Хоровод, посвященный празднику весеннего равноденствия, состоится в парке Сокольники 21 марта. Для мероприятия отведена специальная площадка. Хоровод начнется в 8 часов утра. Сбор всех участников в 7.30 возле входа в парк Сокольники. Метро Сокольники – Красная ветка. Оттуда все вместе идут на место проведения. Водят хоровод, поют песни, общаются. В весенние каникулы эко-парк Лесной Ключ снова ждет своих маленьких друзей на детский праздник Солнца. В этот раз здесь пройдет игра по преданиям славянской мифологии. Основа мифологии славян – славянские боги, которых наши предки почитали на протяжении веков, возносили дары, воспевали хвалебные песни. Во время увлекательной игры путешествия дети помогут светлым богам противостоять силе темных. Подружатся с Ярила, богом Солнца, олицетворяющим тепло и искренние чувства. Побывают в гостях у самого мудрого бога Велеса, у темных богов Морока и Мары, у Лешего и Бабы-Яги. Ребята вместе со сказительницей помогут развеять силы тьмы. Их ждут традиционные славянские хороводы, игры, заклички, мастер-класс, чаепитие со сладкими пирогами, и катание на лошади с телегой. Знакомясь со славянскими традициями, с познания характеров славянских богов, начинается глубокое понимание традиций наших предков. Детский праздник пройдет на базе отдыха Экопарк «Лесной ключ», город Ворсма, Нижегородская область. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 19 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Красота или сексуальность?» автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ядь. 20 марта, вторник ДНК «Генеалогия древних народов» автор-сказитель Анатолий Клесов 21 марта, среда «Уроки мудрости. Мужчина и женщина» автор-сказительница Марина Макарова 22 марта, четверг «Прекрасный мир, который мы потеряли» автор-сказитель Дмитрий Мыльников Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 24 марта, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Ведущий Виктор Маслов Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше быть добру!